всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередной пациент на канале с вами руслан канал китай исключился довольно редкий гость вообще меня это motorola motorola прям редкий кстати моделька у нас g7 power такому прекрасном состоянии у нас находится дисплей камера не улазит ничего в таком состоянии дисплей и начнем менять дисплей крышку заднюю я уже отклеил отклеивается она как обычно ничего нового здесь подложка 3d стекла и самое главное смотреть у нас здесь как на oppo шлейф находится вот с краю на oppo я один раз косякнул отрезал на хрен этот шлейф тут я уже маленько и аккуратнее был шлейф целый отцепляем сканер щекопальцев вот так выглядит крышка заднюю далее телефон я не разбирал ни разу думаю придется разобрать его полностью видите типа выкручиваем так стоп выкручиваем так камеру момент вот так повыше вот так лучше знаете что у нас здесь да видите не соврать винтики у нас здесь типа nokia торксы возьмем отвертку nokia но другое дело отвертка nokia знает свое дело так давайте посмотрим шлейфа вот у вас новый дисплей шлейф у нас идет внизу но я думаю где-то под батарейку придется батарейку наверно отклеивать что я конечно же не хотел но придется по ходу дела клеить батарейку сепаратор собака так и не пришел уже второй месяц сеять сепараторами китайцы решили меня кинуть ничего придет я их тоже кину не расстроюсь плюсом 4 тысячи рублей будет так винты вроде бы все выкрутил вроде бы но не факт сейчас попробуем поднять подложку эту пластиковую так вот здесь что такое нету винта но тут винта нету так самое такое поганая что нам нету доступа к аккумулятору чтобы отключить такой чувствует где-то еще болт нету болтаюсь показалось все да вот смотрите камера вышла вместе с подложкой потому что она приклеена шлейфом туда что скажешь моторола моторола хрястиков снять аккумулятор я не вижу по тут какие то вот есть но они внутри под наклейкой как бы наверное это не то говорят не будем потому что мало ли час камера отсюда не снимается то есть ставить надо будет ее точно также вместе с подложкой ладно этого потом разберемся питание я уже отключил давайте как не запропонула под батарейку дисплей здесь уже там совсем битый оставлять его как донора или как на переклейку уже смысла нет на проверку тестовый тоже он там биты весь поэтому можно лить пертягу все прям сколько хочешь был бы сепаратор конечно как бы нагрели продюсел до 70 так как дисплея нам не нужен все бы сняли спокойный дисплей и батарейку так как сепаратора нету придется по старинке карточкой что-то вроде пытается подлезти ну клей такой жесткий там по ходу делаю чувствую надо карточку помощнее вот эту подложку помощнее взять главное аккумулятор не навернуть интересно давайте попробуем поднять лопаткой тоже не хочет и подлазить что-то есть это звуки еще подольем спирта хуже его уже от этого не будет абсолютно так продолжим пока отклеил аккумулятор села камера просто включать аккумулятор с горем пополам отклеил так это выглядит маленько замял ну не страшно никто мне поход чтобы не порвали очень хорошо шлейфик снимаем здесь у нас уплотнитель а чтоб шлейф плотно прилегал так матрица есть доплая сохранять мы ее не будем наверно даже из-за пропанол не буду добавлять прям так же ставим чтоб по-быстрому это было дело так попасть бы еще управлять какое разбитие аж стекла нету до матрика до самой дошло куском лезвия вот так поддеваем клей такой крепкий ну не сильно есть вариант что можно снять так под подсветку попали теперь карточку пытаемся завести как нет нет это все правильно взял пожестче которая загнали под подсветку лезвие можно убрать теперь пытаемся срезать карточкой дисплей помогаем лезвием где не идет до клей такой типа пола расчета как бы держит но и срезается нормально проблемно вверху что не хочет идти подымем пока зашло что-то нам помешает насколько я по новому дисплею вижу шлейфов там вверху нету никаких поэтому это явно клей следующее тоже мешается такие вот сильные разбития как бы лучше нагревать у сепаратор пока не пришел все жду жду если конечно получится возможно бесплатно получу сейчас почта россии у нас в поселке вообще так работает плохо и это возможно она не придет в сроке так смотрит телефон пока мне пока мне когда сейчас режем потом отвечу возможно как бы в сроке не уложатся и деньги я верну но не факт у нас сепараторы посмотрел стоят бешеных денег можно комплект взять сепараторы все что нужно для снятия срезки дешевле чем у нас в магазинах стоит так давайте наверное не будем церемониться возьмем все равно стекла сразу еще очищать просто возьмем и оторвем так есть у нас они тут шлейфик был просто мешался шлейфик вот тут аккуратно не повредили слава богу и надо вот этот поставил обратно это резиночка с датчика продвижение и отдаление все экраны и демонтировали отсюда стеклышки убираем новый я уже проверил не помню видео и проверил новый работает отлично это после удара ищут боли там датчик то как бы целый вот эту резиночку надо будет не забыть а то датчик работать не будет при движении отдаления это потом поставим главное не забыть отлично Субтитры подогнал «Симон» Ну как бы всё, очистили, пыль убрали, так теперь надо сориентироваться по поводу вот этой штуки, как она стояла, потому что она вылетела у нас, я думаю как-то вот так, да, она вот так стояла, там у нас светодиод, и вот эта резиночка, она вот так стояла. Так, давайте проверим правильность установки, подкинем дисплей, приложим его, включим, попробуем позвонить по 12, потухнет ли у нас экран, или же экран у нас вообще не загорится, сразу же потухнет. Так, сейчас, это вот дело мы уложим, подкинем шлейф дисплея, и подкинем сюда аккумулятор. Кстати, аккумулятор, вот, сто процентов это Honor какой-то, я прям по нему вижу, что это какой-то Honor. Так, и что у нас, Start есть, Start есть, картинка имеется, он даже включается, как Honor, ну хотя это совсем не Honor, по-моему, Lenovo, насколько я помню, вы купили Моторолу. Могу ошибаться, что в комментарии поправляйте, так, мельком что-то, а, ну да, Lenovo, написано даже сбоку, что это Lenovo. Стартанет, и это, попробуем набрать, потухнет ли у нас дисплей, кстати, лежит в рамке прям идеально, сейчас минимальное количество резиночек, так, чтобы просто не съехало, и все. Старт довольно долгий был, не знаю, с чем связано, тортует долго, так, вроде стартанул, пароль стоит на телефоне, так бы вообще, позвонил бы сам себе и проверил, пароль стоит, не так, не так с этим уже, так, 911, поехали, вызов, и, да, татчик работает, ничего не повредили, резиночка стоит правильно, сбрасываем мы его нахрен, чтоб нам не приехали сюда товарищи, заложен вызов, кстати, китайцы на заводах, когда проверяют телефон, а тоже звонят в экстренные службы, так, типа, 112, 911, также проверяют, так, резиночка у нас приклеилась к мобурю к новому, не надо нам этого, так, из-за пропанола обязательно берем, обезжириваем рамку, потому что рамка очень тонкая, не хотелось бы, чтобы потом по гарантии принесли его обратно, потому что, вот клеится, хотя клей хороший, т.е. 7000, по-моему, я сейчас беру, черный который, единственный у него минус, что он черный и белый, когда клеишь дисплее, бывает, что попадает, так, здесь вот какой-то заусенец, ну, как удар был, вот у него, хорошо, шабаркнули сверху заусенец на рамке, снизу, вот это все дело надо убирать и вокруг тоже маленько, чтоб здесь осколков никаких не осталось, так, что я еще заметил, у нас нету нового дисплея сеточки динамика, она у нас осталась на старом, сейчас мы ее отсюда исключим, обязательно посмотрим на чистоту, ну, так, относительно чисто, я сейчас сеточкой почистим, это бонус для клиента, как бы, чистка динамика, какого-то, все, оно не просится, но оно в любом случае делается, ну, не у всех сервисов, честно говоря, не у всех мастеров, много кто этим пренебрегает, типа, что я буду делать лишнюю работу, но это делать надо, так, чтоб лишний раз туда потом не лазить, раз ты уже залез, как бы, сеточка у тебя в руках, можно ее почистить, многие на чистку сеточки отписывают замену динамика, ну, физически не проверишь, никак на закручиваем телефоне, менялся ли динамик, и многие отписывают замены динамика, сами почистили сетку, взяли, там, 500 рублей за этот же динамик, и вот так вот обманывают, много раз я встречал, люди приходят, с другого ремонта, говорят, мне динамик динамик поменяли неделю назад, сначала было хорошо, потом стало опять так же, то есть, почистили, там, из-за пропадован, тем самым промыли, внутри все пыль осталась, динамики, и они его пользуются, она опять забивает, у нас людей берут, как за замену, так, уложили обратно эту резиночку, уложили обратно сеточку динамика на новый уже дисплей, и пытаемся, а, тут еще у нас есть на новом дисплее клейкая основа, вот это, многие тоже ее не снимают, на дисплеях, там, на шлейфах она идет, на самих вот их дисплеях, не снимают, не клеят шлейф, не знаю, я шлейфики приклеиваю, потом и дисплей ложится лучше, и у нас тут посадка идет снизу, то есть, снизу надо завести его, и уложить, все, лег, прям вот, ложится, он идеально сюда в рамочку, слава богу, рамка у нас не кривая, целая, тут на шлейфе нету защитного этого слоя, здесь остался родной, родной остался. Так, процесс сборки показывать, наверное, не буду, смысла нету, но обратный процесс разбора, единственное, камеру-то надо будет как-то умудриться воткнуть, чтобы не отклеивать ее, и датчик отпечатка пальцев с кадром, ну и заднюю клюшку приклеить, там тоже не составит никакого труда, так, включаем, проверяем картинку, проверяем засветов, нет, есть засветы, так, картинка есть, засветов у нас я не вижу, у меня со светом беда, а софтбокс сделать, поставить сюда еще софтбокс, так, чтобы получше было, потому что на столе два прожектора, сверху светит лампа, хорошая диодка, и она не то, что не хватает, она конфликтует, то есть, тут свет, и сверху свет, надо, чтобы сзади еще был свет, тогда будет хорошо, так, идет конфликт по свету, ну, получается, что за свет, сейчас, ну, попробую я воткнуть обратно камеру, блин, ну, наверное, это нереально, давайте, наверное, все-таки ее отсюда отклеим аккуратно, не знаю, какой дурак ее сюда приклеивает, камера отклеивает хорошо, главное не лапать линзу саму, иначе потом замучаемся мы ее стирать, да, и картинка потом после этого будет не акти, здесь, наверное, и так картинка не акти, и так, бюджетные телефоны, все равно, лучше лишний раз, как бы, ну, не лазить, так, здесь все придавилось, что-то так, не очень придавилось, честно говоря, экстренный вызов, ну, жалко, что это не белый экран, как бы, ну, вот так белый экран, засветов нет, тач реагирует корректно, и в рамочку легло идеально, все, сейчас я закручиваю задние винты, также наношу клей на рамку, подсоединяю обязательно коннектор к сканеру отчетка пальца, и склеиваю заднюю крышку, после этого стягиваю на резинке, и уже потом он у меня лежит час-полтора-два, лучше три, вот такой был ремонт, напоминаю, это был у нас вот такой Моторола, Моторола G7 Power, ревизия у нас B, не знаю, но у нас только одна ревизия в городе подается, но, слава Богу, подошла, вам, товарищи, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, а с вами был Руслан, до новых встреч, пока-пока.